Всем привет! Сегодня 12 марта 2018 года. Второй день, как мы шли, мы культивировать. В этом году февральских окон не было. Был то снег, то дожди. В общем, по срокам немного мы уже запаздываем. Вышли вчера. Вчера была пасмурная. Просохшая была только горка сверху. Вчера мы культивировали по ходу. Сегодня закончили 80 гектаров, перешли на бесковку. В общем, что сказать. Вчера было сыро. На колеса налипало, на культиварку. Она только сегодня, вот, пыль пошла слегка. И то вот на колеса тоже видно, что налипает. В общем, мультивирую культиватор КТС 7.2. Покажу на рабочий третий. То есть 2.3. Сосновные гектариты. Вот такой я прикол-позил с пенометром. Велосипедный. В общем, поставил я его почти год назад. Как бы, работа я его доволен. Отрегулировал, хотя я так вставил. Но не уверен, что он будет работать, что он выдержит. То, что он выдерживает тут. Потому что на велосипеде обороты совсем другие. Я думал, что и батарейки на неделю не хватит. Он уже год работает. Чем нравится, тем, что он считает каждый метр. Не знаю, где-то не видно внизу. Каждый метр он считает. И что еще хорошо, что я могу приехать в поле, поставить на нули. Обновить его. И к вечеру я знаю примерно, если ходишь челоком, сколько примерно гектар я сделаю. То есть посчитать и вопрос. Конечно, есть какая-то погрешность. Культивируем мы вдвоем. С братом парит. У него такой же самый культиватор. В двигателе 238-й. В общем, в основном мы ходим челоком. Но пока он там настраивал культиватор, у него настройки похуже. Я, в общем, поехал. А он отстал из-за этого, в принципе, пока брали диагональ. Есть место, где можно походить. А так, в основном мы ездим вдвоем, работаем челноком. Скорость у нас одинаковая. Как-то так. Работаем потихонечку. Передают дожди. Решили сделать первую культивацию. Под горох. Так же, как-то так. Да, что еще хотел я рассказать. Снимал я зимой видео. Но выложил я его на днях. Пару дней назад. Пич бортовой. В общем, была проблема на этом тракторе. Почти сноват. Пекла бортовая. В общем, видео я рассказывал. Показывал. Я думал, честно, что... Я даже не мог подумать, что неправильно там был отрегулирован подшипник. Я думал, что при сборке там порвали сальник. Может быть, завернули. Может быть, там какой-то дефект на челке. Ну, так я думал. Я не думал, конечно, что... Может быть, так, что неправильно отрегулировал подшипник. Ну, наверное, скорее всего, причиной послужило то, что... Подшипник сильно плотно сидел на челке. Его не дорегулировали на заводе. Не дожали. И со временем он начал болтаться. Колесо. Как бы... Вроде бы и не сильно большой. Но, в общем, была... Чтобы снять подшипник, мне пришлось сделать съемник. Потому, как... Я сказал бы... Не знаю, конечно, как... Посадка должна быть на челке. Но... Сильно плотно. Потому что на старом тракторе я разбирал все четыре снимал. Поджимал. Нет, я снимал их. Они снимались рукой. Руками. Тут я попробовал кувалдой, кувалдой не получилось. Я хотел сбить аккуратно. Ну, как бы слегка. Кувалдой. Но пришлось сделать съемник. И я бы не сказал, что съемником легко снялось. Так, что... И чтобы собрать назад, мне пришлось... Сделать вороток. Не сделать. Подобрать вороток по размеру. И по внутренней обойне. В общем, вот более... Которое мы сегодня закончили. 80 гектар пахоты. В общем, пришлось слегка набивать. Обстукивать по внутренней обойне. И поджимать гайку. Гайка руками спокойно поджималась. Потому как ключа такого размера у нас нет. Ну, и делать ради одной гайки ключ. Ну, в общем, нашли мы на такое какое-то положение. Может, не совсем это правильно, но... Ну, в общем, так вот. Отрегулировали. Поджали подшипник. Зажали до упора. Потом отпустили. В общем, сделали как положено. Отработал я 3 дня навоза уже после. Возили навоз мы по морозу. По снегу. Сторонняя культивация. В общем, никаких потёков. Ничего. Всё нормально. По поводу бортовой. Что ещё? Ещё пока стоял в мастерской, вот видно, сделал кетли. Правда, в прошлом году перед уборкой я переставил рамку сюда в кабине. Потому что те, кто работает на этих тракторах, должны знать, что не видно ни сцепления из-за этой рамки. И помазать выжимной подшипник тоже проблематично. Дотянуться до доводницы, ну, неудобно вообще. Поэтому я, было время, в прошлом году передвинул рамку. Там сделал перегородку с железа. Обклеил виброизоляцией капоты. Перекрытие. И вот сейчас было время. Сделал, немножко модернизировал его. Сам капот сделал петли. Сейчас в течение минуты капот открывается. Так же само закрывается. Спереди два барашка сделал. В общем, так. Постарался, как бы, по колхозному, но поаккуратнее сделать. Сделал подборку. Хотел вначале вот такой цилиндрик, но он у меня один, второго не было. Ну, и там не получалось, мешает труба. А патрубок подслушный. В общем, сделает. Ну, не стал я заморачиваться. Времени не было особо. Сделал подборку. Для подборки сделал защёлку, чтобы она там не дребезжала, не болталась. В общем, как-то так. Сейчас открыть капот. Минута. До этого снять капот приходилось мне как-то снять, что не проблема. А вот поставить отверстия не сходились. В общем, не мармар. Так, что ещё? Ещё я установил вот такой кран. Обычный водопровод. Отличный, чтобы открывать, закрывать печку. Потому как с завода здесь кран стоит на блоке. Чтобы его открыть и закрыть, это надо вылезть, снять капот. В общем, такой гемор. Хотел я его сделать вначале по принципу, как на старых Т-150 бачок бензиновый. Там был карданчик, тяга в кабину. Хотел по такому принципу сделать здесь. Но потом решил не заморачиваться. Начина была в кабине отверстие делать. Ну и решил я сделать здесь такой кран. Конечно, можно было добавить кусок патрубка. Но на тот момент у меня не было. И где-то здесь его кран с этой стороны, барашек с этой. В общем, монтировать. Не знаю, что с завода так не сделали. Чтобы сделали здесь шкалу, насколько открыть-закрыть, было бы вообще как на легковой машине. В общем, как-то так. Переделок в этом тракторе, доработок хватает. То есть, что я делал. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, пишите. Может, сниму видео. Вот еще самая первая переделка у меня. Если кому-то интересно. Может, кто-то догадается, что это. Ну, в общем, что. Всем пока. До новых встреч.